Популярность сосисок не вызывает сомнений ни у кого. Это настоящая палочка-выручалочка для людей, у которых нет времени для приготовления мясных блюд. Я люблю сосиски, потому что они вкусные. А еще какие они? Очень вкусные. Многие мамы используют сосиски в качестве детского питания. Моя дочь очень любит молочные сосиски. Но хотелось бы, чтобы еда, которую ей даю, была не только вкусной, но и безопасной. В настоящее время на прилавках нашего города Владивостока не существует продукции данной группы, адаптированной для детского питания. Поэтому приходится выбирать из того, что есть. Естественно, стараюсь выбирать сосиски, изготовленные по ГОСТ. И каждый раз читаю состав данных продуктов. Действительно, по-прежнему большим спросом у покупателей все-таки пользуются те сосиски, на маркировке которых указан ГОСТ. Потребители надеются, что в таких сосисках больше мяса и меньше вредных примесей. Программа «Цена-качество» решила выяснить, насколько оправданы такие ожидания. Напомним, согласно закону, распространяемому на страны участницы Таможенного союза, на этикетку для потребителя должны быть вынесены все сведения о составе. Об этом говорит техрегламент о безопасности мяса и мясной продукции, который вступил в силу в мае 2014 года, и регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки за июль 2013 года. По ГОСТу для изготовления сосисок молочных можно применять свинину, говядину, воду, яйца или яичный порошок, сухое молоко цельное или обезжиренное, а также соль, сахар, пряности и пищевые добавки. Наши проверки на соответствие такой рецептуре подверглись пять приморских производителей. И проблемы с составом сосисок начались уже на этапе их закупок. В некоторых супермаркетах сосиски были без какой-либо информации о дате их изготовления, сроке готовности, условиях хранения, составе пищевой и энергетической ценности. Приходилось буквально выпрашивать этот обязательный для торговли листок-вкладыш или хоть какие-то сопроводительные документы на сосиски. В одном из магазинов, где мы согласно выданному чеку купили сосиски молочные торговой марки «Отец и сыновья», сопроводительные документы нам дали на Сардельке Яковлевске, что не соответствует законодательству о маркировке. Тем не менее, пять образцов сосисок, закупленных в розничной сети Владивостока и преимущественно выпускаемых в соответствии с ГОСТом, отправились в лабораторию. Итак, знакомьтесь. Это сосиски молочные «Отец и сыновья», килограмм которых стоит 235 рублей, сосиски молочные лесозаводского мясокомбината за 236 рублей 40 копеек, сосиски молочные «Вик» по 237 рублей 40 копеек за килограмм, сосиски молочные компании «Никольск-Уссурийский» стоимостью в 259 рублей 90 копеек и самый дорогой испытуемый – сосиски молочные «Доброе дело» мясокомбинат «Находкинский» за 352 рубля 30 копеек. Стоит сказать, что нарекания вызвали почти все производители. Первым в этом списке оказались сосиски торговой марки «Отец и сыновья». Продукция произведена по техническим условиям и по виду эта продукция является сосисками, но, к сожалению, ту маркировку, которую нам предоставил сеть магазинов «Отец и сыновья», оказались сардельки яковлевские. При гистологическом исследовании был обнаружен фарш соевый изолированный белок и растительный компонент камень. В несоответствии ГОСТу улечили лесозаводские молочные сосиски. На транспортной упаковке – говядина, свинина, сливки, вода и соль. А на самом деле – совсем иные ингредиенты. Производителем является мясокомбинат «Лесозаводский». Тоже обнаружен ряд несоответствий данной продукции. В первую очередь обнаружен был при гистологическом исследовании соевый изолированный белок и в небольших количествах животный белок, которые, опять же, запрещаются ГОСТом для использования и производства сосисок молочных. Для данного продукта ГОСТ запрещает использование соевого и животного белка, вводимого дополнительно в виде сухого компонента. И наличие их говорит о фальсификации с целью замены дорогостоящего мясного сырья на более дешевые ингредиенты. Следующие герои этого горя-хит-парада – компания Никольск-Уссурейский. На упаковке их молочных сосисок в составе прописана ГОСТовская рецептура – свинина и говядина, яичный порошок и молоко. При гистологическом исследовании данной продукции обнаружены растительный компонент камедь и животный белок. Данные компоненты используются в мясной промышленности для улучшения структурно-технологических свойств самого продукта. То есть улучшается нарезание, улучшается сама по себе консистенция мясного изделия. Но если эта продукция производится в соответствии с ГОСТом, то данные компоненты не должны использоваться при изготовлении данного вида продукции. У молочных сосисок от Вика все в порядке с соблюдением ГОСТовских рецептур. Но подпортили картину остаточные следы животного белка и карагинана. Последний компонент используется для удержания влаги в изделии. Случайно попадание таких частичек свидетельствует о том, что, может быть, где-то при технологическом производстве данного изделия пересеклись стадии, то есть от одной колбасы, в которой использовался, допустим, этот соевый белок, к производству данного изделия. Либо, может быть, эти частички остались на одежде самих рабочих. Но одни настоящие ГОСТовские сосиски в этом списке все-таки нашлись. Это молочные сосиски – доброе дело. Не было обнаружено посторонних каких-либо добавок. Продукция полностью изготовлена в соответствии с рецептурой, заявляемой ГОСТ. При предоставлении транспортной маркировки полностью отражается вся информация. Оказалось, что самый дорогой продукт является и самым качественным. Но так бывает далеко не всегда. По результатам нашей экспертизы, сосиски молочные от ВИК, несмотря на то, что они дешевле никольских, оказались намного качественнее. К сожалению, покупка продуктов все еще остается своеобразной лотереей. И то, что написано на упаковке, не всегда соответствует истине. Причем сложнее всего приходится аллергикам. Аллергическая реакция на соевый белок может проявляться кожными проявлениями. Это высыпание, это покраснение, это сильнейший зуд, это крапивница. Может проявляться отеками, отек в венке, анафилактический шок. К сожалению, аллергия на сою стала встречаться довольно часто, так как соевым белком стали активно заменять животные. И больше остальных подобной аллергии подвержены дети.